В этот раз моя задача будет осветить вопросы топической диагностики и идиопатических желудочковых аритмии в определении прогноза и тактики ведения. Сегодня уже достаточно много было дискуссий на этот счет. Я посчитал возможным в перерыве вставить несколько дополнительных слайдов к своей презентации к вопросу о прогнозе, к вопросу о определении тактики лечения у пациентов с идиопатическими аритмиями. В 2015 году был опубликован в очень престижном журнале в Джаке статья. Одно из, пожалуй, немногих, насколько я знаю, действительно немного мультицентровых исследований, в которое вошло около 1200 пациентов, которые достаточно длительно наблюдались. И вот мы говорили о риске развития кардиомепатии у этих пациентов. Обратите внимание на имеющиеся данные. Вы видите, действительно мужской пол статистически достоверно увеличивал риск развития кардиомепатии. В определенной степени статистически достоверно, однако не на большой процент, на 4% увеличивалась вероятность развития при большом количестве экстрасистол. Но обратите внимание по поводу симптоматики. Здесь этот нюанс крайне важный. Почему? Потому что симптоматика, наоборот, уменьшала вероятность развития индуцированной экстрасистолии кардиомепатии. Здесь два нюанса нужно, наверное, обсудить, два возможных опциональных нюанса. Первое. Если пациент симптомный, значит, он придет к врачу. Значит, он будет более комплоентным, он будет лучше, так сказать, следовать назначениям. И второй вопрос, тот, о котором я услышал из уст Хайна Велленс, наверное, знаете, одного из пионеров электрофизиологии, до сих пор работающего в университете в Мастрихте. Он говорит о том, что пациенты, у которых асимптомные экстрасистолы, у них уже может наблюдаться определенное нарушение сократительной функции. То есть если сердце во время экстрасистолы сокращается слабее, то, соответственно, пациент это меньше чувствует. Поэтому, конечно, вот все неоднозначно, и симптоматика далеко не всегда, видите, и в данном случае не является критерием, по которому индуцируется кардиомепатия. Что касается предикторов острого успеха, то есть эффективности, то вы видите, что при эпикардиальных аблациях эффективность достоверно снижается, но при этом при катетных аблациях из области выходного отдела правого желудочка здесь эффект успеха значительно высокий. Ну, конечно, при полиморфных желудочковых экстрасистолах тоже здесь эффект снижается. При осложнении, вот видите, большая группа наблюдения, осложнений все-таки немного. Конечно, все очень многое зависит от того, в каком центре делается, в каких руках, но видите, тяжелые осложнения, как тампонады, это 0,8%, это рентрикулярная блокада 0,1% и другие, вот куда входят, в том числе летальность, это 0,3%, то есть еще меньше. Все-таки мы говорим о том, что тяжелых осложнений достаточно мало. Итак, к моей теме эмбриологии и аритмогенез. Буквально несколько слайдов. На сегодняшний день мы знаем, что идиопатические аритмии встречаются в определенных областях сердца. Нигде, что называется, не в любой части сердца можно встретить идиопатическую желудочную аритмию. Есть совершенно четкие области, где они превалируют. Конечно, например, выходной отдел правого желудочка. И мы знаем, что в ряде случаев, в областях, где находятся эти аритмии, мы имеем во время эмбрионального развития сердца соединение двух эмбриональных зачатков. Вот так выходной отдел правого желудочка – это в определенной степени соединение так называемой сцептации, трункус артериозус. Это структура, которая формирует аорту и легочный ствол с мышечной частью, с мембранозной частью межжелудочковой перегородки. Интересно, что в предсердиях то же самое. Наиболее частые аритмогенные зоны располагаются там, где соединяются два разных эмбриональных зачатка. Так, в правом предсердии наиболее часто аритмии встречаются в области кристотерминалис – это соединение синус венарум и первичного ушка правого предсердия, которое становится потом ушком правого предсердия. А в левом предсердии – это легочные вены и задняя стенка левого предсердия наиболее аритмогенной. И там соединяется спланхническое сплетение и первичное левое предсердие, которое потом становится ушком левого предсердия. Таким образом, зная эмбриологию, можно по крайней мере говорить о том, что есть определенные предрасположенности в областях, где располагаются эти аритмии. Немножко об анатомии. Так как мы говорим о желудочках, пучок гиса находится в эмбронозной части межжелудочной перегородки. Правая ножка пучка гиса идет в проекции мускулес ланцизи, дальше септомаргинальная тробекула и модераторный пучок. И первое соединение с волокнами пуркинье в области, где начинается модераторный пучок. Это очень важно. Вторая ножка, левая ножка пучка гиса, она соединяется с волокнами пуркинье сразу же, как только отделяется от пучка гиса. Почему это важно? Это важно понимать, потому что это объясняют определенные электрокардиографические феномены. Так мы знаем, что межжелудочная перегородка возбуждается слева направо, то есть сзади вперед. Именно это возбуждение межжелудочной перегородки определяет наличие небольшого зубца Р. И если зубца Р в отведении В1 мы не видим, это плохой знак. Это может означать, что есть рубец как раз в области межжелудочной перегородки. Поэтому анатомическая особенность важна в электрокардиографической диагностике. Пучок гиса. Мы знаем, что левая ножка пучка гиса делится на передние и задние ветви левой ножки пучка гиса. Но о чем нужно помнить, что они хоть и называются передняя и задняя, на самом деле они верхняя и нижняя. И дальше я вам покажу, что знание вот этого нюанса позволит нам облегчить жизнь и облегчить электрокардиографическую диагностику. В то же время нужно понимать, что вариабельность этих ветвей достаточно высокая. Итак, зачем нам топическая диагностика? Мы уже говорили, что понимая, откуда исходит очаг экстраситолии или тахикардии, мы можем спланировать операцию. Но мы ее не просто планируем, мы фактически определяем показания и определяем тактику лечения. Вот обратите внимание, вот это в 2019 году новые рекомендации. Посмотрите, все рекомендации почти основаны на топической диагностике, электрокардиографической диагностике. Как для выходного отдела правого желудочка, так и для других отделов правого и левого желудочка. Это говорит о том, что мы с вами, и вы в том числе, должны определить хотя бы приблизительно область, откуда исходит этот экстрасистолия. Для того, чтобы рекомендовать пациенту тот или иной вид лечения, для того, чтобы понимать, какая эффективность лечения в той или иной области правого желудочка. С точки зрения терминологии, мы должны очень серьезно помнить о том, что наша терминология, к сожалению, абсолютно некорректная. Мы говорим левый желудочек, правый желудочек, как на левой картинке. И вы видите, правый желудочек, левый желудочек в позиции так называемой валентинки. Однако сердце в грудной клетке, вы видите справа, находится абсолютно по-другому. То есть правый желудочек, он передний желудочек, левый желудочек, он задний. Кроме того, часто до сих пор называют задней стенкой левого желудочка, хотя она нижняя. И от этого будет зависеть, вы видите, в соотношениях с нашими электрокардиографическими векторами будет зависеть диагностика, в том числе и топическая. Положение сердца относительно прикардиальных отведений. Видите, правый желудочек впереди, левый желудочек сзади. Естественно, возбуждение, которое движется к какому-то отведению, будет отражать, иметь положительную осцилляцию, если от него, то отрицательную. Отведение В1 может нам действительно во многом помогать в определении, где находится очаг. Если мы не видим R-волны или она маленькая, это выходной отдел правого желудочка, как только появляется более амплитудная R-волна, это будет говорить о том, что возбуждение двигается к отведению В1. Соответственно, R-волна будет увеличиваться. Ширина комплекса QRS. Если QRS больше 140 миллисекунд, это, как правило, свободная стенка правого желудочка или левого желудочка. Если это меньше 140 миллисекунд, то это перегородка. Прикардиальность. Если это позитивная конкордантность, то, как правило, это говорит о том, что это базальные отделы сердца. Если негативная конкордантность, то есть, видите, возбуждение двигается почти в равной степени от всех прикардиальных отведений, это верхушка сердца. Идиопатические желудочковые аритмии. И прежде всего мы будем говорить о них, как я уже говорил сегодня. Посмотрите, есть одна общая рекомендация для всех идиопатических аритмий, в котором говорится, что у пациентов с симптомными идиопатическими устойчивыми мономорфными желудочковыми тахикардиями катетерная аблация будет показана. Это класс показаний 1. Выходной отдел правого желудочка. Встречаемость самая высокая. При аритмиях из этой области вы видите механизм. Это в основном триггерная и поздняя постдепирализация. Клиническая манифестация может быть разная. И с точки зрения фармакологической терапии, наверное, наиболее приемлемо это как раз препараты кальциевых блокаторов, так как триггерный механизм в том числе связан с перегрузкой кальцием клеток. Прогноз здесь, в общем-то, достаточно благоприятный. Вы видите анатомически, где располагается эта область. Это и будет определять ЭКГ-диагностику. С точки зрения, почему эта область наиболее аритмогенна, действительно нет единого мнения. Однако есть ряд работ, которые показали, что в этой области есть другое соотношение, другое количество так называемого конексина-43. Конексин – это соединение между кардиомиоцитами, которое определяет, собственно говоря, проведение импульса между кардиомиоцитами. И здесь вы видите их меньше, что определяет, по всей видимости, определенные зоны дисперсии интервалов потенциалов действий. И становится более аритмогенной эта зона. Типичные ЭКГ-характеристики из этой зоны. Вы видите, это морфология, как при блокаде левой ножки пучка ГИСа. Это нижняя ось, то есть комплекс QRS направлен вверх во втором-третьем отведениях. И переходная зона позже, чем в 3. Вы видите, опять же, очаг располагается сверху. Соответственно, основной вектор движется вниз к положительному полюсу. Соответственно, у нас положительный комплекс QRS. Если, вы видите, наш очаг располагается достаточно слева, то есть часть выходного отдела правого желудочка находится слева, левее, чем аорта, то тогда мы будем видеть, как в данном случае отрицательный комплекс QRS в первом отведении. С точки зрения отведения В1 мы говорили. Здесь морфология блокады левой ножки пучка ГИСа. И переходная зона фактически это перпендикуляр к основному вектору распространения возбуждения. Поэтому при этих аритмиях он будет дальше, чем в 3. Ну и показания, с точки зрения показаний. Здесь, конечно, катетная аблация может быть показана у пациентов, если неэффективны бета-блокаторы пропофенон. Для нас мы используем критерии. Мы все-таки действительно тоже ждем. Если пациент с первые выявленной экстрасистолией попадает к нам, мы стараемся его наблюдать как минимум полгода. И если это действительно впервые выявленная экстрасистолия, и в течение полугода, если экстрасистолия на фоне метаболической и другой консервативной терапии ситуации не меняется, тогда мы планируем экстрасистолию. Но я согласен в то же время с профессором Афсишером, который говорил о том, что целый ряд экстрасистол действительно самопроизвольно, можно так сказать, уходит. Эффективность здесь наиболее высокая, пожалуй, видите. Острая эффективность выше 90%, в отдаленные сроки эффективность 82%, при добавлении антиаритмиков 94%. Это из той же работы, то есть очень большой накопленный материал. Выходной отдел левого желудочка, синусаорты и створки артального клапана. Видите, повторюсь, что эти два отдела эмбриологически очень связаны. То есть фактически изначально эмбриологически это была одна структура. И вы видите, отдельные миокрадиальные волокна могут располагаться выше прикрепления створок артального клапана и непосредственно в самих створках. Встречаемость их ниже, это примерно 16% от всех желудочковых аритмий. Это также триггерный механизм. Также, соответственно, фармакологическая терапия может быть предпочтительно веропамил-дилтиазем. И, соответственно, прогноз здесь также благоприятный. Манифестация клиническая тоже может быть разнообразная. Какие электрокардиографические критерии? Конечно, есть несколько областей здесь, и критерий могут быть достаточно много. Вы знаете, наверное, о большом количестве алгоритмов. Томир Аштайч показывал один из своих алгоритмов. Но я вам предлагаю такой вот просто анатомический, скажем так, алгоритм, который наиболее простой, на мой взгляд, который не требует запоминания вот этих сложных схем. Видите, это морфология, как правило, при блокаде левой ножки пучкогиса. Это говорит о том, что V1 мы видим в основном отрицательную полярность QRS, ранняя переходная зона и может, соответственно, быть с разной морфологией. Вот видите, чем дальше, вот наиболее ближний к выходному отделу правого желудочка это правый коронарный синус и дальний левый коронарный синус. И, соответственно, он дальний, этот вене V1. И вы видите, он становится дальше, и мы видим более высокую волну R. В то же время нужно понимать, что любые, в том числе и этот алгоритм, не являются стопроцентным специфичным и чувствительным. Мы уже говорили, что вот видите, правая створка, левая створка. На самом деле некоронарная створка может быть единичные случаи описаны, но видите, они прилегают к предсердиям, поэтому крайне редко мы видим аритмии из некоронарного синуса вальсалева. Здесь переходная зона как раз более ранняя, это V2, V1 или еще раньше. Если переходная зона V3, то можно посмотреть и сравнить переходную зону с синусовым ритмом. Если переходная зона, видите, после синусового ритма, то это, как правило, выходной отдел правого желудочка. Если, соответственно, до, то это выходной отдел левого желудочка. Обратите внимание, как тесно взаимосвязаны две эти структуры. Вы видите, выходной отдел правого желудочка, правый синус вальсалевы, правая коронарная артерия. Посмотрите, это буквально 2-3 миллиметра. И если вы посмотрите по отношению к электроду, то мы тогда сразу понимаем, что, возможно, целый ряд аритмий, которые условно находятся справа, мы катетером можем воздействовать слева или синусового ритма. И наоборот, если очаг находится где-то слева, в ряде случаев его можно устранить справа. Поэтому топическая диагностика у этих пациентов крайне затруднена. И здесь вы видите, часть макрадиальных волокон вообще переходит из выходного отдела правого желудочка на левый. Есть факторы, которые позволяют предположить желудочку аритмии из выходного отдела правого желудочка. Как вы видите, мужской пол, возраст больше 50 лет и гипертензия прогнозируют, что у 87% таких пациентов аритмии из выходного отдела левого желудочка. Здесь отдаленная эффективность около 70%, включая антиаритмики, 91%. Катетерная аблация, видите, класс показаний 2А, у пациентов, у которых консервативная терапия была неэффективна. Видите, это один из наших случаев, когда фактически достаточно высоко в аорте находился очаг аритмии. Понятно, что если это синус вальсалевы, необходима контроль за коронарными артериями. Интересно, что у этих пациентов в этой области экстраситолея при точном картировании исчезает достаточно быстро. Видите, как здесь 6 секунд. Уже я говорил, и в том числе Амиран считает, что есть такая зона, очень сложная, так называемая LV-саммит. Верхняя часть основания левого желудочка. Это, как правило, эпикардиальный миокард в этой области. Если вы посмотрите, достаточно толстый. И здесь есть сложности с точки зрения аблации в этой области. Есть небольшой алгоритм, который можно использовать по соотношению Q-волны между отведением АВЛ и АВР. Дифференцировать LV-саммит от выходного отдела правого желудочка и аорты. Здесь, конечно, показания к аблации 2А. И обратите внимание, что катетинаблация из левого желудочка, правого коронарного синуса. То есть все структуры, которые находятся вокруг, могут быть откартированы. Из этих областей иногда может быть убрана аблация. Здесь при эпикардиальном расположении желудочковой экстраситоле эффективность около 63% в отдаленные сроки. С антиаритмическими препаратами 76%. Папиллярные мышцы. Видите, это сложная такая эндокардиальная структура. И здесь встречаемость невысокая. 2,5-5%. Механизм может быть уже повышенный автоматизм и триггерный. Прогноз менее благоприятный. Я сейчас скажу, почему. Клиническая манифестация также может быть разная. Фармакологическая терапия фактически почти тоже. Обратите внимание, как мощно переплетены эти волокна пургиньи. В том числе они переплетают папиллярные мышцы. Именно поэтому есть работы, которые показали, что экстрасистоле из области папиллярных мышц с большей вероятностью может индуцировать желудочковую тахикардию, полиморфную желудочковую тахикардию и так далее. То есть прогноз у пациентов с такими экстрасистолями менее благоприятный. Опять же, вспоминаем, если они называются как передняя и задняя, передняя, латеральная, задняя, септальная, однако реально они верхняя, латеральная и нижняя, септальная. Именно от этого будет исходить электрокардиографическая диагностика. То есть это, как правило, морфология блокады правой ножки пучка ГИСа. Как правило, мы увидим небольшой зубец КУ в видении В1. И если это верхняя ось, то есть возбуждение идет кверху, то это нижняя септальная папиллярная мышца, а нижняя или горизонтальная ось, то это верхняя передняя латеральная мышца. Вот видите, один из наших примеров. Как раз, видите, небольшой зубец КУ, нижняя и горизонтальная ось. Морфология, как при блокаде правой ножки пучка ГИСа. Облация, конечно, здесь достаточно непростая. Вот видите, картирование этой области. В красном как раз обозначена наиболее ранняя область возбуждения. Здесь представлен случай из нижней или задней септальной папиллярной мышцы. Видите, ось как раз верхняя, комплекс КУРС отрицательный во втором, третьем ВФ отведениях. Здесь случай из области модераторного пучка и соединение с передней папиллярной мышцей трикоспидального как раз клапана. Достаточно редкий случай. И здесь показания, конечно, опять же, класс 1, но при неэффективности антиритмической терапии или ее непереносимости. К сожалению, отдаленная эффективность, пожалуй, минимальная. При этой локализации это примерно 60%, с добавлением антиритмических препаратов 72%. Кроме того, видите, длительность операции высокая, время лифтероскопии и так далее. В том числе это происходит почему? Потому что вы видите, какая сложная структура. Очаги аритмии могут располагаться за непосредственно папиллярной мышцей, а сама папиллярная мышца, соответственно, двигается. Фасцикулярные желудочковые аритмии могут быть две. Макроэриентрия – это макроэриентрия, веропамилочувствительные и фокусные, изволок на пуркинье. Макроэриентрия тахикардии – это примерно 10-15% эдиопатических аритмий. И здесь механизм макроэриентрии. Возможно, разные проявления. Прогноз также менее благоприятный. Возможно, устойчивая тахикардия. И топическая диагностика зависит от расположения, откуда выход этой макроэриентрии. Это относительно узкий комплекс QRS, конечно же. И если это левая задняя или левая нижняя, соответственно, у нас будет паттерн, как при блокаде, правой ножки пучкодицы, но ось будет, соответственно, верхняя. Если это, наоборот, передняя или верхняя ветвь левой ножки пучкодицы, то ось будет, соответственно, нижняя. Фосцикулярный фокус на желудочковой аритмии встречается редко, но здесь прогноз неблагоприятный, в том числе потому, что они изволок на пуркинье могут провоцировать полиморфную желудочковую тахикардию. Электрокардиографические критерии – это относительно узкий QRS и, как правило, это дистальные отделы системы волокон пуркинье, то есть соединение между ветвью пучкогиса и волокном пуркинье. Если это правый желудочек, то это морфология блокады левой ножки пучкогиса и, наоборот, слева. Вот один из наших случаев, вы видите, область примерно, где мы провели аблацию этой экстракистолии, которая вызывала полиморфную желудочковую тахикардию. На электрограмме, как правило, мы видим вот такой, видите, спайк остроконечный, который говорит об спайке волокна пуркинье. Переклапанная желудочковая аритмия около 8% случаев. Здесь механизм повышенного автоматизма. Триггерная активность, достаточно плохо изучена. Видите электрокардиографические критерии, это блокада левой ножки пучкогиса. Как правило, высокий и большой R в первом отведении, потому что мы видим, очаг располагается высоко справа. С точки зрения метрального клапана, здесь механизм также повышен автоматизмом, и используются те же препараты. Здесь морфология, как правило, при блокаде правой ножки пучкогиса очень сильно зависит от того, в каком месте метрального клапана есть экстрасистолия. Вот видите, как раз в области метрального клапана есть конкордантность. Желудочковая тахикардия связана с рубцом. Я буквально несколько слайдов покажу, говорящие о том, что не все рубцы одинаковые, что называется, с точки зрения ориентри. Вы видите, вот эта негомогенность рубца как раз и приводит к образованию ориентри. Они формируются в том числе, вот видите, в областях рядом, то, что Амираш Тач показывал, рядом с аневризмой. Здесь неинвазивная диагностика играет невероятную роль. При аритмогенных дисплазиях, это, как уже говорилось, эпикардиальные поверхности, и здесь может помочь так называемая КГ-диагностика и феномен дельта-волны при желудочковой тахикардии, которая говорит о том, что очаг находится эпикардиальный. Ну и заключением я бы хотел сказать, что поверхностный КГ в 12 стандартных отведениях позволяет неинвазивно, ориентировочно оценить расположение очага, соответственно, спрогнозировать в том числе тактику лечения, эффективность катетерной аблации пациента с желудочковой аритмией. Такой вопрос от чайника в топической диагностике, потому что я доктор немножко другой специальности, но я совсем недавно читала большую статью из клиники МОИО по желудочким тахикардиям при идиопатической, гипертрофической кардиомиопатии при первичной форме. И вот там было написано, что даже у молодых больных с высокими рисками после миотомии снижается риск внезапной смерти. Вот вы не думаете, что это связано с тем, что во время миотомии убираются дополнительные папиллярные мышцы? Вот мне первый раз пришла в голову эта мысль, когда вы говорили о том, что это достаточно упорные и плохо подающиеся абляции аритмии. И для меня был вопрос, потому что у молодых больных даже после миотомии фиброз-то никуда не девается. Почему падает риск внезапной смерти? С чего бы это? Елена Валерьевна, тоже очень сложный вопрос. Могу только предположить и, что называется, пофантазировать. Не думаю, что они затрагивают папиллярные мышцы, когда иссякают. Но тогда мое первое предположение как раз, ведь волокна Пуркинье, роль волокон Пуркинье, в общем-то, в определенной степени недооценена. И мы сегодня, Миран Штач говорил, вот Мишель Исагер много работ в этом направлении, которые показали, что активность из волокон Пуркинье является триггером для возникновения желудочковых аритмий при многих, в том числе, структурных заболеваниях. Таким образом, мы говорим о том, что, возможно, в этом случае истекаются как раз вот эти дистальные части волокон Пуркинье, которые являются неким запускающим триггером для желудочковых аритмий. Я могу вот так предположить. Спасибо большое. Может быть, есть мнение на это что-то у коллег? Это что-то у нас есть.